Добрый вечер Всем привет! Я нахожусь в Киеве у отеля Хаят. Попалась сюда с трудом, скажу честно. Полчаса меня мучили на таможне. И приехала сюда, чтобы встретиться с бывшей телезвездой канала НТВ, одним из главных. Российских тележурналистов, которые уже много лет работают здесь, в Украине. Евгений Киселев. Специально для «Осторожный саджи». Здравствуйте, Евгений Киселевич. Здравствуйте. Рада видеть вас. Взаимно. Ну что, прогуляемся по Киеву? Можем по Киеву прогуляться. Ну, можем. По Москве пока ничего не предвещает. Правда, не очень располагает к длительным прогулкам, потому что сентябрь в Киеве – это еще лето. Собственно говоря, это самый, что ни на есть, исторический центр. Один из исторических центров Киева. Вот Софиевский собор, откуда все христианство пошло. Памятник Богдану Хмельницкому, Софиевская площадь. Проходите в местную церковь, так сказать? Ой, я человек неверующий. От религии бесконечно далекий. Не, правда, не настолько агрессивно, как, скажем, Александр Глебович Невзоров, да? Но, тем не менее, как-то... В Москве не скучаете? Нет. Но меня всегда поражало, что я понимала, что переехали, работа, но вот думаю, за столько лет вы прямо как барышников вообще не приезжаете. Ну, я не приезжаю, потому что против меня ФСБ завело уголовное дело в 16-м году. Отдельная история. То есть, я, конечно, могу приехать, но боюсь, что дальше пограничного пропускного пухта. То есть, вы реально думаете, что могут? Ну, почему же я не думаю? Я знаю. Уголовное дело, никто его не закрывал. Вот я во всероссийском розыске, нахожу. А по какой статье? Пропаганда или, там, призывы к совершению террористических актов. То есть, вот, некая разновидность поддержки международного терроризма. Это было с чем связано? Это было связано с тем, что некоторые мои высказывания в 16-м году, относившиеся к истории с Надеждой Савченко, были некоторыми людьми в России, вот так вот вывернуты наизнанку и представлены, как призывы к совершению террористических актов против граждан России. Евгений Алексеевич, это правда, что вы заканчиваете свою телевизионную карьеру? Нет, почему? С чего вы взяли? Ну, как, вот мы прочитали все, что вы, как Алла Пугачева, заканчиваете... Да нет, Господь с вами едет. Я просто ушел с канала, на котором я работал. А все остальное, это, знаете, измышления не совсем добросовестных господжурналистов, которые от себя чего-то додумывают, досочиняют. Почему ушли? С какого телеканала? В России не все знают детали украинской вашей телекарьеры. Можете рассказать? Ну, я в Украине работаю уже больше 11 лет, с 2008 года. Я работал на разных каналах, на многих каналах. Но вот последний канал, на котором я проработал последние два года, это информационный, можно сказать, нишевый канал, который называется «Прямый», то есть «Прямой». В какой-то момент я понял, что надо заканчивать, что надо начинать что-то другое. Давно хотелось начать делать что-то самому, завести там YouTube-канал, делать какую-то свою программу. Ой, вы теперь как Парфенов будете делать. Да, я совершенно не скрываю, что пример и Парфенова, и Пивоварова, и Дудя. Ну, конечно, куда мне до Дудя с его многомиллионной аудиторией, но он тоже, как говорится, когда-то с нуля начинал. Знаете, я вот на телевидении работаю больше 32 лет, а в журналистике еще больше. Практически никогда не работал на себя. Я все время работал на какой-то канал, на какую-то редакцию, на каких-то акционеров. У меня всегда были начальники. И вот у меня зрело желание стать вот то, что по-английски называется self-employed. То есть будем ждать «Осторожно Киселев» программу. Ну, посмотрите, я не знаю, как она будет называться, «Осторожно Киселев» или «Кисельные берега». Вот такое название. Ой, «Кисельные берега», да, кстати. Потому что действительно, вот вон там Днепр течет, половина моей жизни прошла на том берегу Днепра, образно говоря. Другая половина, ну, во всяком случае, значительная часть моей профессиональной жизни здесь, на этом, на правом берегу. Вот такой вот образ. Ну, и потом я серьезно вам скажу, что мне действительно очень хочется написать книгу. Когда я только-только переехал в Киев, у меня умерла мама. Я грешен, я был не очень хорошим сыном, потому что я мало ей уделял времени. Мама, видимо, предчувствовала свой конец, хотя умерла она скоропостижно. Но она все время говорила, Жень, ну, ты бы заехал как-то, вот хотя бы несколько часов со мной провел. Вот, я бы тебе хоть рассказал, вот, какие-то семейные истории, которые я не успевал тебе рассказать, или которые я тебе рассказывал, когда был маленький, и ты забыл. Вот, альбомы с фотографиями. И вот, когда она умерла, были поминки в ее опустевшей квартире. Потом гости разошлись, как раз увидел эти альбомы, начал их листать и подумал, черт одни, а ведь уже никто не расскажет, кто изображен на этих фотографиях. У меня в голове удивительная история про то, как маленькая мама, она очень хорошо это помнила, гуляет с моим дедом, ее покойным отцом. Это где-то начало 30-х годов. Ее папа преподает в Академии народного хозяйства, а у него учится доль Сталина, Светлана Аллилуева. И вот они со Светланой Аллилуевой, с моим дедом и с моей маленькой мамой, вот они гуляют там где-то по какому-то парку в центре Москвы, и о чем-то, взрослые о чем-то разговаривают, да. После того, как Аллилуева покончила с собой, кто-то, опять-таки, по маминым рассказам сказал деду, Жорж, он был Георгием, его в семье же звали, Жорж, срочно увольняйся и исчезни где-нибудь. И вот он, человек с блестящим образованием, окончивший историко-филологический факультет Московского университета, там последние годы жизни, где-то на окраине Москвы, чтобы не дай бог там на себя не обращать внимания, работал заведующим кабинетом наглядных посудий. Чтобы никто не вспомнил, что гулял с Аллилуевой. Но наверняка в этой книге, помимо биографических историй, будет глава, которая условно будет называться НТВ. И учитывая, что мы начали говорить про людей, на которых вы работали, вот расскажите про работу с Гусинским. Вы же работали очень долго и сюда переехали, собственно, начиная делать с ним проект. Когда это закончилось? Как прервалась связь? Я отвечу на ваш вопрос, но, честно говоря... Все об этом спрашивают? Все об этом спрашивают? Или надоело отвечать? Надоело отвечать, потому что, послушайте, я на НТВ проработал меньше восьми лет. Вы понимаете, что все вас помнят с этого. А здесь работаю в Украине один с лишним. То есть вот этот период жизни для меня не менее содержательный, в каком-то смысле гораздо более значительный. А интереснее где было работать? Там или здесь? Сейчас мне, конечно, здесь интереснее работать. Чем тогда на НТВ? Да. В 90-е? Чем тогда на НТВ, потому что в Украине бурная, интересная, разнообразная, увлекательная политическая жизнь. Да и здесь у меня есть какое-то влияние. Знаете, когда меня встречают сейчас на улице, ну, сейчас автографы не просят, сейчас предлагают сфотографироваться, сделать там селфи, всем вместе. Ну, времена меняются. Но эти люди не смотрели НТВ. Они меня уже не помнят как ведущего программы и то. Вы, наверное, помните эту историю про Питер, про переезд НТВ в Питер и так далее. Ну, конечно. Не по моим воспоминаниям. Ну, то есть это было не переезд, это было, собственно говоря... Ну, начало, да. Начало, да. Это было то время, когда Собчак и Клинтон были мужчинами. Вот, знаете, есть такая шутка, да? И вот было ощущение у меня детское о том, что вот это время расцвета свободного телевидения, вот этой программы «Взгляд», время которого сейчас на нашем телевидении нет, поэтому, собственно, все уходят в интернет, делают какие-то свои программы, а свободного телевидения для журналистов в России не осталось. Вот неужели здесь это по-другому, потому что здесь же тоже есть олигархические группы, владеющие там разными телеканалами, и неужели вы не скучаете вот по тому расцвету свободной журналистики? Или это моя иллюзия? Послушайте, я одно вам могу сказать совершенно уверенно. Украина — это страна свободных средств массовой информации. Да, здесь есть телевизионные каналы, которые принадлежат тем или иным владельцам. Ну, их много, они разные. Но у них же у всех есть политические интересы. Нет, конечно, у них есть политические интересы, но, вы знаете, все эти люди прекрасно понимают, что стоит им перешагнуть какую-то... Очень много красных черт. И все эти люди прекрасно понимают, что стоит им перешагнуть вот эту какую-то незримую красную черту, условно говоря, закрыть какую-нибудь популярную программу, начать давить на какого-нибудь известного телеведущего. Все это может обернуться, ну, не Майданом, конечно, но громким скандалом, который ничего не нужен. Ну как, ну вот здесь с кем, у кого я не говорила, кто к Украине и к телевидению украинскому имеет отношение, все знают, что, ну, условно, там, такой-то канал, он более, там, про-порошенковский. А этот был более, там, про вот предыдущую власть, там, не знаю, вот телеканал «Прямой», например, про него много говорили о том, что, ну, у него была такая политика вещания на поддержку Порошенко. И он даже приходил в редакцию телеканала после выборов, если вы помните. Там, до этого телеканал «Интер», например, был связан с Януковичем. Ну, вы знаете, канал «Интер» с кем только не был связан, даже тогда, когда я на нем работал, как минимум два владельца поменялись, а помимо смены владельца на канале «Интер», там менялись и руководители канала, и руководители разных служб, там все было гораздо сложнее. Вот, я всегда имел максимальную свободу и максимальную автономию, то есть ко мне всегда относились с каким-то, там, ну, подчеркнутым уважением, и говорили, «Егений Алексеевич, вот это ваша программа, вот вы ее делаете так, как хотите». Я прекрасно понимал, что, ну, есть определенные вещи, которые надо иметь в виду, с которыми нужно считаться. Это какие? Ну, что в любой конкретной ситуации, если возникает какая-то конфликтная, сложная ситуация, которая может затрагивать деловые или политические интересы акционеров канала, ну, как минимум надо посоветоваться. Но на НТВ того времени было больше свободы, которые вы тогда делали? Ну, знаете, очень сложно сравнивать с НТВ, хотя бы потому, что с Владимиром Александровичем Гусинским меня связывали дружеские человеческие отношения, то есть с которых у меня впоследствии не было ни с одним из менеджеров или акционеров любого средства массовой информации, в которых мне потом после НТВ уже довелось работать. «Связывали? А почему они разрушились?» Я не могу сказать, что они разрушились, но просто жизнь развела. Ну, вы сами сказали, связывали. «Связывали, да». Теперь мы с ним видимся изредка, может быть, раз в год, может быть, пару раз в год. Было же какое-то расставание, почему оно произошло? Нет, ну, Гусинский уехал в Америку. Гусинский запустил там проект RTVI. Он настоятельно звал меня тоже переехать в Америку и тоже принять участие в этом новом проекте «Спутников» российского канала, который, кстати, уже Гусинскому не принадлежит, но вот продолжает успешно работать. Там сейчас Алексей Пиловаров, бывший НТВшник, главный продюсер. А вы знаете, кстати, кому он сейчас принадлежит? Ой, я не слежу, честно говоря. Кому-то принадлежит. Я знаю, что Гусинский его продал человеку по фамилии, по-моему, то ли Соколов, то ли Соловьев. Соколов, да, Соколов. Да, потом этот Соколов кому-то еще. Ну, правда, я за этим не слежу. Говорят, что структуры группы Чемиза. Не в курсе? Вы так улыбаетесь, мне кажется, что вы знаете. Нет, нет, поверьте мне, я... У вас очень хитрый глаз, извините, что я так вам расскажу. Ну, не знаю. Сказал он и отпил воды. Хорошо. Окей. Уж не знаю. Я не принял его приглашение работать на РТВА. Он обиделся, и мы несколько лет не общались. Потом ситуация поменялась. Он пригласил меня все-таки работать на РТВА, но в московском бюро. Не переезжая в Нью-Йорк, а в Москве. Я это приглашение принял и где-то около двух лет, наверное, проработал на РТВА в московском бюро. Потом у Гусинского возникла идея... Да, переехали в Украину. Сделать тут украинское подобие РТВА, но вот здесь, в Киеве. Малошенко с вами тоже здесь был? Да, Малошенко тогда несколько лет в общесложности проработал. И, кстати, мы с ним здесь в последний раз виделись незадолго до его смерти. Я знаю, что он просил у вас работу какую-то ему найти здесь. Я думаю, что я был одним из последних его друзей, с которыми он общался вообще в своей жизни. Ну вот просто я брала интервью по Жене Рынске. Не знаю, видели вы его или нет. И в том числе она там как раз рассказывала, и одна из вещей, что вот он приезжал и очень переживал, что у него нет работы, у него уже была депрессия, и просил вас его устроить. А у вас, как я поняла, не получилось это сделать. Нет, вы знаете, он меня не просил никуда его устраивать. А что просил? В общем, ничего он меня не просил. Он просил организовать ему несколько встреч. Когда я его увидел, это был, наверное, конец октября, начало ноября 2018 года, я понял, что с ним не все в порядке, что он просто болен. А вам знакомо это чувство? Вы сказали, что его, вы почувствовали, что у него было чувство невостребованности. У вас такое чувство есть? Оно вложит вас? Нет, абсолютно нет. Я в этом смысле себя вполне комфортно чувствую. Если вы позволите, я все-таки про Малошенко закончу, чтобы не было каких-то там недосказанностей или каких-то двухсмысленностей. Вот ко мне приехал больной человек. И, конечно, я не понимал, насколько тяжело он болен. Это вот потом, когда случилось то, что случилось. Я разбудил утром звонок, и мне сказали, что Игорь добровольно ушел из жизни. Для меня это было, конечно, чудовищное потрясение. Я вот даже обещал одному средству массовой информации российскому написать нечто вроде воспоминаний о нем, поскольку я, может быть, больше других знаю об этом человеке. Последние годы мы с ним много общались, дружили. Он много рассказывал про себя такого, что, думаю, мало кто знает. Я только тогда понял, что он действительно был в глубокой депрессии. Я сразу вспомнил разговор, который между нами был в 2013 году в Лондоне, в каком-то ресторанчике. И я завел разговор про покойного Березовского. Я сказал, слушай, Игорь, неужели ты можешь поверить в то, что Борис, который был таким витальным, таким оптимистом, который так любил жизнь во всех ее проявлениях, взял и наложил на себя руки. Вы не верите в это, правильно? Я тогда в это не верил. И что он? И тогда он задумчиво на меня посмотрел, сказал, а ты знаешь, что такое клиническая депрессия? Вот я когда-нибудь была депрессией. Вот у меня была, и я лечился. Вот поверь мне, человек, у которого тяжелая клиническая депрессия, вот та, которую надо лечить медикаментозно, которую надо лечить с помощью врачей, вот это страшная вещь, когда ты сам не отдаешь себе отчет своих поступков. Человек в состоянии такой депрессии, может сделать с собой все, что угодно. Я ему организовал несколько встреч здесь, но в какой-то момент он сказал, что он так плохо себя чувствует, что на одной из этих встреч прийти не может. С кем вы не скажете, конечно. Ну, какая разница? Ну, с одним влиятельным украинским политтехнологом, человеком с обширными связями, который, ну, хотя бы мог дать какие-то советы, сориентировать его, куда дальше бежать, с кем разговаривать. Какие могут быть большие серьезные проекты, которые бы соответствовали масштабу личности покойного Игоря. А потом он от меня, ну, буквально стал прятаться там, не отвечал на звонки, на смс-ки. Ну, то есть с Гусинским вы поссорились в момент ухода с TVI? Нет, опять-таки. Ну, я вот пытаюсь вы просто не отвечаете ни на один вопрос конкретно. Я хочу понять конкретный момент, когда вы рассорились с Гусинским. Мы с Гусинским рассорились на пару-тройку лет, когда НТВ перешло. Это я поняла. Потом вы опять стали работать вместе на TVI здесь. Да, а потом TVI закончилось. Ну, и как бы у нас не стало общего... Ну, там уже ссоры не было. Да никакой ссоры. То есть вас никто не переманил на Интер, это просто история как бы закончилась, и вы стали искать работу и нашли работу на Интере. Нет, там даже было смешно, там было смешнее. Я в TVI еще действовал, а меня позвали на Интер. И я сказал тогдашним владельцам Интера, которые меня пригласили, ну, вот вы знаете, мне надо все-таки как-то договориться. Дмитрий Фирташ. Нет, тогда был Валерий Хорошковский. Это глава СБУ. Да, он одно время был главой СБУ. Но в то время, когда он меня приглашал, он был, если мне память не изменяет, руководителем таможни. Я могу путать, но точно он еще не служил ВСБУ. А канал уже был, ну, скажем так, условно, да, мы огрубляем, но вот как есть телеканалы в Америке, там, продемократические или более такие проконсерваторские. Можно сказать, что вот уже тогда Интер начинал быть условно пророссийским каналом, поддерживал Януковича активно? Я бы так не сказал. Ну, а как бы вы сказали? Я, когда меня позвали на Интер, я бы так не читатель, чупч писатель. Я не смотрел программы Интера, но мне предложили вести там большое политическое ток-шоу. Большая политика. Большая политика, да. Я там была, у вас гостя несколько. Да, да, в удаленном режиме тут, по-моему. Практически там не поставив никаких, почти никаких ограничений. Но я точно знаю, что здесь не проводится и не проводилось никогда никаких вот совещаний еженедельных в администрации президента, либо там в какой-нибудь главных редакторах. Я не могу поверить, что вы, профессиональный человек, приходя на Интер, не понимали, что... Отчасти это вы должны разделять ценности условно поддержки Януковича. Я пришел... Так вопрос не стоял. Меня пригласили на Интер в 2009 году, когда Янукович был еще в оппозиции, когда президентом был Ющенко, когда премьер-министром была Тимошенко. И вы ее мочили активно. Нет, я ее не мочил. Сегодня черги в податковых... Я вас умоляю, давайте мы только не будем тратить драгоценное время нашей программы, Юль Владимирович. Вы уже не первый раз пытаетесь нападать на меня лично. Ну что, в никаком случае... Мне хорошо знакома. У вас такая непогана дискуссия тут ида. Может быть, вы сначала ответите на вопрос Одны Герману? Нет, так вы мне скажите, что вы сегодня делали? Вы, ведущей программы, что вы накануне программы делали в офисе у Инны Герману? Вы настолько низка сама, что вы даже в других не можете предположить каких-то нормальных человеческих качеств. В смысле, складывалось ощущение. Я посмотрела сейчас много эфиров, когда готовилась к интервью. Вы прямо очень жестко, особенно перед самым ее посадкой и уголовными делами, вы прямо жестко против нее выступали. Это я лично? Ну, в программе, в своей программе. Гости, которые туда приходили. Приходят гости, гости говорят то, что они говорят. Ксюш, я, во-первых, там... Это было давно, и я не очень хорошо помню содержание тех или иных выпусков, но я очень хорошо помню, что я лично ни одного дурного слова про Юлию Владимировну не сказал. Вот за себя я тут отвечаю. И не ерничал, как это делают некоторые российские ведущие, и не подначивал, и не подшучивал, и не пытался заткнуть рот людям, которые, предположим, заступались за Димашенко. Я очень хорошо помню, когда, собственно, началась вся эта история с ее посадкой, я сознательно сказал, что мы не будем приглашать никаких политиков, мы пригласим только журналистов, только экспертов, только они будут обсуждать случившееся. Потому что в противном случае у нас наверняка появятся люди, которые будут произносить зажигательные, разглачительные спичи. Янукович, вы считаете выдающимся политиком? Вы знаете, у него были задатки, лидерские, я бы сказал, задатки, но, понимаете, в итоге он оказался трусом и просто сбежал с поля боя. Это вас разочаровало? Нет, ну, знаете, разочарование у Януковича началось значительно раньше не у меня одного и даже у людей из его близкого окружения. Потому что ведь, когда он только-только пришел на пост президента, он вроде бы там собирался какие-то реформы проводить. Вы помните, как вы с ним в теннис играли? Ну, конечно. Я вам хочу поставить вот этот фрагмент. Янукович показал себя очень сильным игроком любительского класса. Как бы к нему не относиться, как к политику, надо отдать должное. При его-то габаритах, в его-то 63 года, да с его-то ногами две операции на мениске каждого колена. Ну, это же ужасно напоминает прямо ельциновский выбор. Подвернулась такая возможность, не буду уходить в детали. Мне это было интересно. Если бы я, скажем, умел боксировать, точно так же было бы интересно попробовать побоксировать с Виталием Кличко. Ну, разве это не открытая поддержка вас, от вас, как от журналистов? Я не вижу в этом никакой поддержки. Вы же там говорите, он в прекрасной физической форме, вы его хвалите. Он действительно... Это привлекает избирателей. Ну, блин, это текст человека, который явно выражает свою поддержку. Тогда не было выборов. Это первое. Второе. Тогда Янукович публично говорил о том, что он хочет привести Украину к соглашению с Европой об интеграции и всеобъемлющей зоне... об ассоциации, простите, и всеобъемлющей зоне свободной торговли. И тогда оппозиционеры, устами Юрия Луценко, недавно вышедшего из тюрьмы, куда его этот самый Янукович посадил, говорили, пока Янукович ведет страну к ассоциации с Евросоюзом, он наш союзник. Тогда было совершенно другое отношение к Януковичу. На дворе был сентябрь 13-го года. Все развернулось значительно позже. Ну а так объективно он для пожилого мужчины, которому за 60 теннис играл очень неплохо. Ну то есть в тот момент вы просто разделяли эти убеждения, еще было непонятно, что будет происходить на Майдане, это все еще в будущем. И люди тогда искренне верили, что... Я про вас говорю, вот лично вы. Вы тогда ему искренне верили? Вы же с ним играли в теннис, а не какие-то люди. Давайте разделим, как Владимир Владимирович Путин сказал однажды, да, там, давайте котлеты отдельно, мухи отдельно. Давайте. Вот очень многие люди искренне верили в то, что Янукович действительно парадоксальным образом окажется тем президентом, который не будучи там ни либералом, ни демократом, ни западником, тем не менее, приведет Украину к ассоциации с Евросоюзом. Вы в это верили? Вы лично? Да, пожалуй, что. Пожалуй, что. У меня не было оснований в это не верить, когда стало вдруг известно, что Янукович потерял интерес к этому проекту, поскольку понял, что... Не получит поддержку от России. Нет, что не получит большинство, не связанных кредитов от европейских финансовых и международных финансовых институций. Но во время Майдана уже было это все понятно. Словно говоря, когда Янукович понял, что ему лично не достанется дополнительных каких-то финансовых потоков, которые он сможет контролировать, что Европа не одарит его, повторяю, несвязанными кредитами, деньгами миллиардными, которыми он сможет распоряжаться, в общем, так, как захочет, вот в этот момент, как я понимаю, он получил первое предложение от Владимира Владимировича Путина, что, а вот мы такие деньги вам можем предложить. И вот тут-то он и развернулся. Но это уже был, я бы сказал, наверное, это было начало ноября того же 13-го года. Но уже во время... Вы где тогда работали? В начале ноября? В начале ноября... Ну, фактически я продолжал работать на Интере, да. Хотя у меня... Я не работал уже в эфире. Просто, насколько я понимаю, во время Майдана вы тоже еще работали на Интере? Нет, как раз нет. А где? А нигде. У вас же были эфиры во время Майдана. Нет. Ни единого эфира у меня во время Майдана не было. В 13-м году я работал на Интере в качестве руководителя. Ну, фактически я руководил службой новостей Интера. Потом Вадим Владимирович Путин через тогдашнего опционера главного Интера добился того, чтобы меня с этой должности уволили. Через фиртыш? Да. А почему? У него личная к вам неприязнь была? Очевидно. При этом я фактически оставался работать в качестве там же в службе новостей, не занимая там внутри никакой официальной позиции. де-факто я оставался там главным редакционным консультантом и продолжал осуществлять консультирование ежедневной работы службы новостей. Но в эфиры вы не выходили? Нет, в эфир я уже не выходил. Так продолжалось до конца декабря 2013 года. А в конце декабря 2013 года, я же там был не один, там была целая команда людей. Всю эту команду выгнали за то, что мы первые четыре или пять недель Майдана освещали его так, как надо было это делать. В соответствии, так сказать, со всеми журналистскими стандартами рассказывали просто о том, что там происходит. И в какой-то момент... Вот вам редакционная политика. И в какой-то момент это привело к тяжелому, как я понимаю, конфликту между Януковичем и Фиртышем. Янукович потребовал, чтобы Фиртыш что-то сделал для того, чтобы освещение событий на Майдане драматическим образом изменилось. Ну и он дальше поступил самым простым образом. Он поменял всю команду, которая руководила новостями. Там был не один я, там убрали сразу, наверное, человек десять. То есть у вас второй разгон в жизни произошел после НТВ? Это был не такой уж страшный разгон, потому что мы понимали, что, в общем, к чему все катится, что это продлится там месяц, два, три, то режим просто распадается. Слушайте, вот я только сейчас... И, грубо говоря, вот эта вся команда, уволенная перед Новым годом, после Майдана, короче говоря, мы вернулись обратно. И тогда я уже стал где-то вот с конца марта, с начала апреля вести другое политическое ток-шоу, которое называлось «Черное зеркало». Добрый вечер. Команда «Черного зеркала» и я, Евгений Киселев, приветствуем всех, кто пришел сегодня в студию. Вот, и вел его еще пару лет. А потом опять-таки вмешался Владимир Владимирович. Опять-таки через фифтерш. Ты морковой мужчина в вашей жизни. Ну, что же я могу сделать? В апреле 2016 года я уже ушел с телеканала «Интер» окончательно. Слушайте, я не могу поверить. Вот всерьез, то есть вы считаете, что Путин лично по вашему вопросу звонил Фиртошу? Я в этом просто абсолютно уверен, потому что мне об этом говорили открытые тексты. Откуда у него такое знание? Вы представляете, что он смотрит именно ваше ток-шоу в Украине? Путин? Я не знаю. Возможно, что здесь есть специально обученные люди, которые смотрят это в посольстве. Возможно, что есть специально обученные люди, которые работают на его кума Медведчука и это делают, а потом там ему докладывают. Я не думаю, что он сам на это тратит свое драгоценное время. Откуда вы так уверены, что вам говорят правду, что он лично звонил? Потому что меня об этом предупреждали. Вот, например... Что предупрежали? Что если ты не успокоишься, мы донесем Путину? Ну, скажем, летом 13-го года покойный академик Юрий Левенец, который был, ну, скажем так, внештатным, он не работал у Левочкина в администрации президента в штате, но он был его многолетним внештатным советником. Он руководил большим академическим институтом, ну, можно сказать, единственным... А Левочкин, это надо пояснить, это как вот раньше был там, как местный Владислав Сурков в своем время? Да нет, Левочкин, это, извините меня, берите выше. Левочкин был главой администрации президента. Как Вайнер? Как Медведев, когда Медведев был. Или как Сергей Иванович, когда... Как Медведев, когда был президентом. Когда Медведев был главой администрации, или как Волошин, да, или как... То есть он прямо влиятельнейший. Ну, конечно, да. Ну, вот-вот покойный академик Левенец, он был его многолетним ментором, советником. За несколько месяцев до смерти он мне сказал, что имейте в виду, Евгений Алексеевич, мы с ним так были очень, вроде бы, и дружили, но были там на вы по имени отчества, имейте в виду, что Дмитрий Васильевич имелся в виду, Фиртыш. Он с некоторых пор, бывая в Москве, лично общается с Владимиром Владимировичем. И вот некоторое время тому назад Владимир Владимирович поинтересовался, как там Киселев у вас работает, а довольны ли вы им. И интонация этого вопроса показалась Фиртышу такой вот раздраженной. Ну, в общем, тем самым он посылал мне сигнал, имейте в виду, что за вашей работой в Москве наблюдают. Что, чем, на ваш взгляд, вы вызвали такой интерес у Владимира Владимировича? Это вы спросите в Москве. Это я не знаю. Ну, у вас должна быть версия какая-то. Два раза Путин по вашему поводу звонит Фиртышу. Я думаю, что Владимир Владимирович человек злопамятный, и он помнит многое, что было высказано. Ну, что больше всего? Самое жесткое по отношению к Путину, вот на ваш взгляд, из того, что вы делали? Это скорее программа куклы, история, наверное, самая обидная для него. Но это, я думаю, та программа куклы, где он был выведен в образе крошки Цахица. Я думаю, что вот это самое... Но это версия Шендеровича. Он тоже все об этом... Нет, я думаю, что это и моя версия тоже самая. Потому что я без всякого Шендеровича слышал о том, что Путин был вне себя от ярости. Я знаете, почему об этом спрашиваю, Евгений Алексеевич? Не просто так. Вот скажу вам почему. Что я вижу в этом огромную, адовую просто иронию судьбы, что вы человек, который на моих глазах, в моей молодости, жестко боролись с Путиным. Приехали в Украину и работали достаточно долгое время. Играли в теннис с Януковичем, который в итоге сбежал в Россию и сейчас живет где-то то ли в Сочи, то ли в Подмосковье, то ли еще где-то. Во-первых, я никуда не сбегал. Ну, уехали по своей воле, но... Меня пригласили сюда работать. Я никуда не сбегал. Я мог... Вы сами же говорили, что вы не хотели работать на российскую власть, что вы разогнали НТВ, что это неприятно. Слушайте, между моим переездом в Украину и разгоном НТВ прошло 7 лет. Прошло несколько лет, да. Не просто, много лет прошло. В Украине я появился как трудовой эмигрант, а не как политический эмигрант. Я уехал... Просто дали интересную работу. Я уехал в Киев работать потому, что мне здесь предложили интересную работу. То есть, если предложили на первом интересный проект, вы бы работали на первом. Простите. Ну, на первом канале в Москве. То есть, если бы вам в тот момент предложили... Давайте не будем обсуждать, скажем, истории из области политической фантастики. Никто бы мне никогда ничего не предложил ни на первом, ни на таком канале. Я четко понимал, что я вот в том самом коротком черном списке, про который часто любит говорить Владимир Владимирович Познавр, что вот он может почти всех приглашать к себе на эфиры. Вас не может? Думаю, что нет. Я думаю, что как раз я вхожу вот в тот очень короткий шорт-лист, да? Извините за невольную русско-английскую тавтологию. Что я вот вхожу вот в тот короткий список людей, которых Познавр не может пригласить на свою передачу. Но вот сейчас говорят, что вы попали, возвращаясь к Украине, к тем интереснейшим событиям, которые здесь происходят, вот сейчас говорят, что вы попали в такой же шорт-лист, но уже у Зеленского. Не соответствует действительности, поверьте. Тогда скажите следующее. Правда ли ходят слухи, что вы часто сидели на Интере, на летучках совместных вместе с Зеленским? Да, я знаком с Владимиром Александровичем. Вот, и что вы часто критиковали его предложения. То есть Зеленский выходил с каким-то предложением, и мы говорим, господи, ну что ты опять предлагаешь? Или врут? Говорят редакторы, которые присутствовали на этих летучках, говорят, после этого Киселева-Зеленский не возьмет работу. Работать кем? Ну, условно, ну, не знаю, в администрации президента? Нет, я не вижу себя сотрудником Офиса президента, это раз. Во-вторых, плюньте в глаза тем, кто такое расскажет. Как было на самом деле? Ну, во-первых, я вел программу «Большая политика», а во-вторых, а Зеленский занимался продюсированием развлекательного вещания. Мы с ним пересекались несколько раз. У нас не было просто даже вот, не было института той летучки, где мы должны были быть вместе, понимаете? То есть я к нему приходил советоваться по поводу того, не найдется ли для меня какой-нибудь еще работы, потому что, честно говоря, вот в каком-то моменту мне стало скучновато вести одно и то же политическое ток-шоу, которое в каком-то смысле начало само себя повторять. Потому что одни и те же гости, одни и те же темы, короткая скамейка вот этих самых талантливых, интересных говорящих голов. И что вам сказал Зеленский, когда вы попросили его? Ну, он высказал какие-то там идеи, предложения, мы там несколько раз с ним встречались. А вот вы рады, что сейчас в Украине такой президент? Кажется ли вам, как он сейчас... Я приятно удивлен тем, как он сейчас начал работать. А вот эпизод с Вышинским вам кажется, как у нас, например, в России это видится, что это вот такой шаг, ну, конечно, о примирении говорить еще очень рано, но как вот некий первый шаг навстречу друг другу. Ну, вы знаете, я бы не хотел комментировать эту деликатную тему. Но вы за такой обмен? В принципе, я считаю, что обмен, конечно же, должен состояться, но при этом должны быть... Это не должен быть обмен, который ущемляет интересы Украины. То есть для вас, правда, сейчас интересы Украины важнее, чем интересы России? Вот вы себя чувствуете, вы просто вот так часто говорите и про Савченко... Слушайте, я прожил здесь 11,5 лет. То есть для вас интерес эта страна? Это моя страна. Я не гражданин Украины, заметьте, я мог бы давно стать... За 11,5 лет, поверьте, у меня были возможности получить украинское гражданство. И сейчас у меня есть такая возможность. Но я вот не могу сказать однозначно, что я для себя это решение принял. Я все еще на эту тему размышляю. Но сердцем я к этой стране прокипел. Когда я начинал здесь работать, мне сложно было говорить, наша страна, у нас в Украине. Просто вот мне так режет слух, что Евгений Киселев, лучший журналист НТВ, блестящая команда, говорит, вот наши украинские интересы, это украинские. Извините, я думаю, господи, факт, это же очень странно. Я легко и без всякого насилия над собой говорю, у нас в Украине наша страна, наши украинские интересы. А вот скажите, это правда настолько важно, вот этот бесконечный в или на Украине? Это действительно так оскорбительно звучит для украинцев? В общем, да. Это режет слух. А в Донбассе или на Донбассе? Ой, вы слушайте, вот это я не знаю, в Донбассе, как правильно говорить, в Донбассе или на Донбассе. Ну вот как? Вы как говорите? Я думаю, что и так, и так. Нет, подождите, вот срочно эфир новостей, больше никого под рукой нету, вам дают сводку, вы как скажете? Сегодня... Знаете, как будет благозвучнее? Ну вот как? Сейчас вот скажите. На Донбассе, в Донбассе. Нет, в Донбассе менее благозвучное, я думаю, но, послушайте, существует... Ну хорошо, вот сегодня на Донбассе произошло событие какое-то, вы скажете, на Донбассе. Мы чаще говорим о Донецкой области, мы чаще говорим... Вы профессиональный все-таки журналист. Я профессиональный журналист, безусловно, но я вам серьезно говорю, что мы предпочитаем говорить так называемые ЛНР и ДНР, мы говорим отдельные районы Донецкой... Как правильно убежать от неудобных вопросов? Мастер-класс от Евгения Иосифовна. Почему? Я говорю реально, как оно есть на самом деле. Вот терминология, которую мы стараемся использовать. Два эпизода, про которые мне дико интересно вас поспрашивать. Первый мы уже начали обсуждать с вами на улице. Вот вся история Савченко. Вот у вас есть сейчас некое чувство неловкости за то, что вы тогда поддерживали человека, который впоследствии, ну, оказался, мягко говоря, не очень, на мой взгляд, меняемый. Хотя я тоже, естественно, в свое время поддерживала, считала несправедливым то, что с ней происходит. Ну, я поддерживал ту Савченко, которую я видел за решеткой в зале суда, на скамье подсудимых. Ту Савченко, которая вела себя тогда так, как она себя вела. Как вы можете объяснить себе вот эти метаморфозы? Что с ней произошло? Почему вся эта история превратилась вот в то, во что превратилась девушка с автоматом расстрелять парламент? Ну, история, знаете, вот история с ее намерениями расстрелять парламент, как мне кажется, она в значительной степени такая мутная и рукотворная. Это какая-то такая, знаете, напоминает историю про операцию Трест. То есть вы не верите? Если вы помните, что это такое. Ну, я боюсь, что она была вся, это была такая спецоперация спецслужб. А кто ее устраивал? История покажет. В чьих интересах? Ну, очень часто спецслужбы устраивают какие-то операции в пропагандистских целях или там для того, чтобы продемонстрировать свою полезность, свою нужность. У меня большие сомнения по поводу того, что все это от начала до конца соответствует действительности. Не случайно же, в конце концов, в общем, все это закончилось ничем, ее выпустили, и я боюсь, что это дело в конечном счете там заглохнет. Ну, ее сейчас как-то уничтожили в политической жизни в Украине. Ну, она сама себя уничтожила, потому что она, знаете, быть человеком... Нет, ну, подождите. Сама или спецслужба? Она уничтожила себя сама, своей, понимаете, неадекватностью, если угодно. А вот вы скажите тогда по поводу такого человека, как Вакарчук, потому что все говорили, что он пойдет на выборы. Я слышала про то, что он занимается политикой уже очень давно. Ну, вы знаете, мне кажется, что он занимался политикой как раз как... Кто его главный? Вы знаете, кто главный спонсор? Ну, говорят, что Пинчук, один из украинских олигархов, это я скорее дам для вашей российской аудитории, поясняю. Виктор Пинчук, это один из, скажем так, олигархов со стажем, который приходится к тому же... Еще эпохи Кучмы. Ну, он тесть, простите, зять, он зять Кучмы, он женат на его дочери, и близость к Кучме, конечно же, когда-то помогла ему выйти в первые ряды украинских сверхбогатых бизнесменов. Потом, правда, он потратил огромное количество денег и времени для того, чтобы, скажем так, восстановить свою репутацию, восстановить свое хорошее имя. Это про Вакарчука. Вот он, насколько я знаю, поддерживал Вакарчука. Вакарчук, кстати, ходил в политику, он был народным депутатом, вот как раз тогда, когда я приехал в Украину, вот в том самом парламенте, который был тогда, вот в 2008-2009 годах. А стать президентом у него есть шанс? Не думаю. Нет. Не думаю. У него был такой шанс, если бы он вовремя заявил о своих президентских амбициях. Но у него, мне кажется... Но про Зеленского ведь также говорили, что нет шансов? Ну, понимаете, тут, знаете, как в том анекдоте, кто первый встал, того и тапочки. Вот 24 августа прошлого года был здесь, вот на Олимпийском стадионе. В День независимости Украины, грандиозный концерт. Наверное, человек, я не знаю, 100 тысяч собралось зрителей на этот концерт Вакарчука. И все ждали, что он скажет, что я иду в президенты. Он этого не сказал. И вот... А почему? Испугался, вы считаете? Наступило разочарование. А Зеленский сказал перед Новым годом, в ту самую, значит, знаменательную новогоднюю ночь. Почему он не сказал, спросите его. Ну, вы как думаете? Я думаю, что не хватило характера, не хватило решимости. Забоялся, испугался. А Зеленского вы считаете самостоятельной фигурой? Безусловно. То есть за ним те люди, которые даже стоят, будь то Коломойский или кого-то еще приписывают, это люди, которые не имеют на него такого влияния, чтобы его решения не были самостоятельными. Мой опыт с ним общения. Он сильный человек, на которого очень трудно влиять. Даже самые близкие его друзья, сподвижники, товарищи по работе по этой команде 95-го квартала говорят, что он абсолютный наш лидер. Даже люди, которые старше его, как, например, Сергей Шефир, который его правой рукой всегда был в 95-м квартале, который сейчас первый помощник президента. Когда мы вместе работали на Интере, обсуждались какие-то темы, связанные с проектами, которые я обсуждал конкретно. Ну, возникали какие-то вопросы, и Сергей говорил, Евгений, это вы можете решить только с Владимиром, потому что последнее слово за ним так принято в нашей команде. А встречу Путина и Зеленского вы ждете? Вам кажется, это будет интересно? Не знаю. Вы понимаете... Кто будет лучше выглядеть, как вы считаете? Как мне кажется, в России немножечко сбит фокус внимания. Там очень много разговоров о каком-то улучшении отношений с Россией, о том, что вот обмен пленными... Так, вот поправьте, потому что мне бы очень хотелось улучшение отношений. Реализация там минских соглашений. Обмен, мне кажется, это вот крутая же история. Сенцов, Лушинский. Украинское общество ждет другого от Зеленского. Ждет быстрых, решительных экономических и социальных реформ. Принятие законов, которые никак не принимаются. Снятие моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель. Одно только это решение может принести миллиарды дополнительных долларов в украинскую экономику. То есть вы хотите сказать, что российская повестка в Украине, это не самое главное для народа? Абсолютно. Абсолютно. На каком месте, по-вашему, ощущения? Во втором десятке. Я вас уверяю. То есть вот анти... Ну, даже не то, что антироссийские, а вообще отношения России и Украины вы считаете... Вы в Израиле были когда-нибудь? Да, много раз. Вы понимаете, что там где-то вот совсем недалеко сектор газа, и там, по сути дела, идет война. Вот тут рукой можно протянуть, и вот эта стена, которая отделяет западный берег реки Иордан от основной территории Израиля. И там есть и террористы, и напряженность, и, по сути дела, ситуация вялотекущей войны вдоль границы. И вы, тем не менее, продолжаете жить нормальной, спокойной, мирной жизнью. Вот за пять лет Украина адаптировалась. Люди к этому привыкли. Да, вот это такая вот реальность, с которой приходится жить. Ну, то есть от Зеленского, условно, не ждут того, что когда же мы помиримся, или когда наладится отношение. Нет, от Зеленского ждут, когда же мы будем жить, как в Израиле. Любого экономиста сейчас спросите, что главное должен сделать президент Зеленский, его правительство, его большинство, которое... Поднять экономику. Принадлежит в парламенте. Не просто поднять. Что они должны сделать для того, чтобы поднять экономику? Они должны довести до конца политические реформы, направленные на создание определенных политических институтов. Независимого суда, который сможет защищать права собственницы. Это прямо российская повестка. И обеспечить благоприятный инвестиционный климат. Вот это прежде всего. Вот смотрите, повестка такая же, как в России. У нас тоже любого политика оппозиционного спроси, он скажет, что первое, что надо сделать, это сделать независимый суд. Исходя из этого, у меня следующий вопрос. Есть такое распространенное мнение, очень часто оно высказывается в спорах об Украине и России, что действительно странно, какой Майдан в Украине не проходит, тот или иной вид успеха. То есть люди добиваются своего, оранжевая революция, последние события, да жертвы, да кровь, но люди готовы стоять за свои ценности. В России все эти протесты достаточно быстро подавляются, это не приводит вот к таким последствиям. Есть мнение, что это происходит, потому что разный менталитет. В Украине все-таки это ближе к западу, много западенцев. Украина не Россия. И это не название книги Леонида Кучма, которую он в свое время написал, и которая стала таким мемом. Украина действительно не Россия. Когда ты сюда только-только приезжаешь, особенно в Киев, тебе действительно на первых порах кажется, господи, как это все похоже. Можете коротко нашим зрителям буквально три вещи сказать, три главного отличия русского от украинского. Для любого туриста обманчиво вот это вот поверхностное впечатление о русскоязычных городах Украины. Когда меня таможенник полчаса сейчас мучил, куда я еду и так далее, я-то он по-русски говорит, мы с ним абсолютно... Господи, русский человек стоит и допрашивает меня. Тем не менее он украинец. Значит, да. Вот объясните мне, в чем эта разность нации? Другое отношение к власти. Власть здесь никогда не обожествлялась. Всегда тоже был и Кучма, и Янукович, все связаны с Россией. Всегда российская повестка, и Порошенко достаточно тоже авторитарный лидер. Значит, я вам еще раз говорю, никогда здесь президент или премьер-министр или какой-то еще большой начальник не воспринимался как царь, как священная корова. Нет такой традиции вообще обожествления власти в Украине, потому что здесь гетманов выбирали. И если царю бояре целовали сапог, то гетман своим казакам, которые его выбрали, мы у ноги. Ну ладно, вспомните фотографии вот этого дома, который в Межгорье с золотыми унитазами. Ну послушайте, там дом с золотыми унитазами, там вот построил себе Виктор Янукович, вот за жадность и глупость свою поплатился. Ну так значит, он чувствовал себя царем, и люди это нормально воспринимали, что человек строит такой дом. А принц Саша стоматолог, там, не знаю, главный бизнесмен города. Кончилось с тем, что люди вышли на Майдан и его сбросили. Иное отношение к власти, иная цена свободы. Этот народ исторически гораздо более свободный. А почему в России тогда как царя отрусятся? Слушайте, он крепостного права не знал. Тут крепостное право пришло только во времена Екатерины II, грубо говоря, и то не на всю территорию Украины. То есть проблема в крепостном праве? Ну, Гроссмана перечитайте, там, все течет. Помните, как психовали по поводу публикации этой повести ярые русофилы? Как это смеет он писать «Россия тысячелетняя раба»? Но Россия действительно тысячелетняя раба, и это тысячелетнее крепостное право, безусловно, наложило свой отпечаток, возможно, даже генетическое, на характер. Многих россиян, в отличие от украинцев, у которых другие традиции, запорожская сечь, казачья, вольность. И вон тут стоит памятник Богдану Хмельницкому, который, скажем так, в российской исторической традиции, это тот самый гетман, который объединил Украину с Россией. Фикс-2. Это самая Переяславская рада, это был для Хмельницкого просто тактический ход, он искал себе союзника в борьбе с поляками. Он вел переговоры и с турецким, и с крымским ханом, единственный, кто согласился ему помочь войсками, это русские. Прямо как Янукович, искал союзников, смотрите, то там искал, то сям искал. И Мазепа тоже самое искал союзников и на юге, и на востоке, и на западе. Союзников, правильно? В том числе, да. В Украине действительно существует сильное гражданское общество. Не в том понимании, вот знаете, я не хочу никого обидеть, но мне кажется, что очень многие в России под гражданским обществом понимают вот это вот некое сообщество, знаете, там, некоммерческих, благотворительных, просветительских организаций, там, организаций, которые следят или там пытаются следить за тем, чтобы не воровали голоса на выборах, за правами заключенных, вот такое вот небольшое комьюнити активистов, да. А в Украине гражданское общество – это миллионы людей, которые ощущают себя полноправными гражданами этой страны, которые ощущают, что они за будущее этой страны несут ответственность. Если начинается война на Донбассе, то они идут добровольцами воевать, если что-то не то во внутренней политике, они выходят на Майдан, строят баррикады или идут на избирательные участки и голосуют против действующей власти. Самые влиятельные люди Украины? Вот несколько фамилий, ликбез. Вот кто эти люди там взят? Пять самых влиятельных людей Украины сегодня. Я думаю, что это Владимир Зеленский. Я думаю, что это его первый помощник Сергей Шефир. Я думаю, что это глава офиса президента Андрей Богдан. Я думаю, что это премьер-министр, вновь назначенный Алексей Гончарук. И пятый человек – это, безусловно, новый спикер парламента Дмитрий Разумков. Спасибо. Ну что, поедем дальше? Поедем дальше. Слушайте, а что с Савиком Шустером? Он тоже, да, у него закрыли же его шоу. Он возвращается. Возвращается? Да, вот в эту пятницу, по-моему, у него опять премьера. То же самое? На другом канале? На, как раз на канале Украины, Ахметовском. У него был конфликт с Порошенко. Ну, Порошенко, конечно, скажет, что никакого конфликта не было, но, в общем... А из-за чего? Как я понимаю, Порошенко очень хотел, чтобы Шустер во время предвыборной кампании 2014 года выступал в роли главного агитатора, горлана-главаря за Петра Алексеевича. А Шустер по каким-то соображениям отказался и был за это сурово наказан. Его, в общем, выжили. Но он был вашим главным конкурентом какой-то? Да? Да, мы, в общем, действительно... То есть вы два таких самых главных тележурналиста здесь были? Нет, даже была, знаете, идея, которая пришла в голову Валерию Хорошковскому. Делать вместе? Да. Ничего не реализовалось? Да мы не понимали, как это сделать. Все разные. А что мы будем вместе делать? Здравствуй, Бим, здравствуй, Бон. А помните, было в свое время там, не знаю, Гордон и Соловьев? Это же был крутой тандем. Ну, он был... Все-таки там формат был более локальный, более жесткий. Вот как распределены эти телевизионные каналы сегодня? Вот Ахметову принадлежат какие каналы? Ну, слушайте, значит, если коротко, да? Да, вот совсем коротко. Просто кому, что вот на этой поляне самое крупное? Есть... Самый крупный какой? Вот как наш первый? Это что? Пожалуй, сейчас самый успешный канал с самой большой аудиторией, с самыми высокими рейтингами. Это канал Украина, который принадлежит Ахметову. Есть 1 плюс 1, принадлежащий Коломойскому. Это как Добродеева и ВГТРК? Ну, считаете, да? Как второй 1 плюс 1? Некорректно сравнивать, потому что каналы-то частные. Так, он чей? 1 плюс 1 Коломойского. Есть 3 канала, которые принадлежат Пинчуку. У них, возможно, там суммарный рейтинг, сопоставимый. У всех вместе. У этих трёх каналов, потому что они более жёстко диверсифицированы на разную аудиторию. Есть канал ICTV, который, скажем так, более мужской, более серьёзный, более заточенный на политику, на сериалы для мужчин. Там детективы, боевики. А ещё 2? Экшн. Есть канал STB, где больше развлечений, который, скажем так, больше рассчитан на женскую аудиторию. Есть новый канал, который такой вот более молодёжный. Есть Интер, который принадлежит Фиртушу и Лёвочкину. Вот каналы ЗИК 112 и Ньюс 1 принадлежат де-факто Медведчуку. А он реально влиятельный здесь фигурой? И зачем он в условиях таких отношений так позиционирует открыто свои отношения с Владимиром Владимировичем? Я видел несколько сюжетов за последнее время. В чём смысл? В этом же есть какой-то политический смысл наверняка. Сейчас, я боюсь, политический смысл этот начинает стремиться к нулю. Во всяком случае, судя по недавнему заявлению Зеленского о том, что он ещё разберётся с разными людьми, которые, вполне вероятно, получают финансовую иную помощь из-за границы. Там был очень прозрачный намёк на Медведчука. А вот зачем так открыто это всё дело? У Медведчука долгая история пребывания в украинском бизнесе и украинской политике, которая восходит ещё к 90-м годам. Даже раньше, чем Кучма. Он входил в так называемую «киевскую семёрку» в число семи влиятельных киевских бизнесменов, которые были, так сказать, неким аналогом российской семьи банкирщины. Сейчас не все даже вспомнят имена этих людей, но вот среди них был Медведчук. Зачем сейчас Медведчук, явно, когда такие плохие отношения с Россией, так себя решил позиционировать? Ну, во-первых, я не исключаю того, что он искренне верит в то, что с Россией должны быть хорошие отношения. Это раз. А это невозможно? Вот вы как считаете? Понимаете, здесь есть нюанс. Ну, ближайшие 15 лет при нашей с вами жизни. Возможно? Украинцы в массе своей очень чётко разделяют русский народ и правящий в России режим. Здесь нет массовой русофобии. И здесь нет... Да, это я согласна. Но есть же проблема такая, что любой следующий правитель России должен будет либо заявить, что он отдаёт Крым, и тогда потеряет полную поддержку внутри России, либо должен будет заявить то же самое, что нет, мы хотим дружить, но Крым не отдадим. То есть это как бы проблема, эта ситуация, это как шахмат, это шахмат. Я понимаю, но это проблема российского политикума и проблема следующего... Так вы считаете, возможно ли, вот при таком, вы же понимаете, что это именно так, никто теперь уже Крым из политиков, даже если это Навальный завтра придёт, посмотрите, как он аккуратно стал говорить про Крым. Из этого вытекает, что в ближайшие 15-20 лет, пока Крым вообще окончательно не забудется, хотя может и через 20 лет не забудется. Крым не забудется. Так вот, за 20 лет ближайшие можно наладить отношения, не отдав Крым? Вот вы видите этот путь? Я лично не вижу пока. Вот та война, которая сейчас происходит между Россией и Украиной де-факто, это отложенная война за независимость. Вот американцы стали воевать за независимость с британской короной сразу после того, как в 1776 году провозгласили независимость северных британских колоний. А война за независимость Украины, она оказалась отложенной на 20 с лишним лет. Так в истории тоже бывает. Бывает, да. Господи, вы что, правда на Мини ездите? Это моя машина. Да ладно, вот вы прямо ездите на Мини? Да. Но вы должны ездить на каком-то не знаю душе. Нет, я езжу на Мини. Ой, можно я залезу? Что в багажнике у вас? Ну, это больше хозяйство моего водителя. Подожди, перчаточки. Вы что, спортом занимаетесь? Это мой водитель. А, то есть он всего-всего-всего. Вы ездите сами или сзади? Когда? Нет, никогда не сзади. Вы с водителем ездите на Мини? Ну, а что такого? Ну, блин, ну это не машина ездить с водителем, Евгений Алексеевич. Ну, мне просто удобно ездить с водителем. Ну, блин, как может быть удобно ездить на Мини с водителем? Это мини-купер. Да, я езжу сам, я езжу сам. Когда я езжу с водителем, я езжу с водителем, потому что иногда я езжу в такое место, где сложно припарковаться. Мне водитель, прежде всего, для этого нужен. Вам не тесно с ним там вдвое? Нет, там на передних сиденьях очень просто. Мы же не ездили никогда. Ну, ездил, но я всегда с кем-то. Здравствуйте. Вот главный редактор Валерий Калманович. Скажите, хоть вы нам честно, работает у вас Евгений Киселёв? А есть у вас здесь кабинет? У меня? Нет, у Евгения Алексеевича. Нет, у меня какой кабинет? Вы что, шутите, что ли? Ну, не знаю. Так, смотрите, Евгений Алексеевич, всё по-прежнему, всё по-старому. Вы там? Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает Радио НВ. Это программа «Особыстый код». Я и её ведущий Евгений Киселёв, который с сегодняшнего дня опять начинает работать на этой радиостанции, с чем я вас и поздравляю. А сегодня гость моего, так сказать, премьерного эфира, российская журналистка и в недавнем прошлом кандидатка в президенты Российской Федерации, Ксения Собчак, которую наверняка многие из вас знают. Ксения, я вас приветствую. Здравствуйте. Я рассказывала, что люблю архитектуру. Особенно Фрэнка Гэри, Заху Хадид, Фостера, Корбюзье. Но есть и российские классные архитекторы. Если видите что-то красивое в Москве, это точно они. Александр Цемайло и Николай Лишенко. Горжусь дружбой. Вокруг меня, собственно, их карандаше и дело – жилой комплекс «Кварталы-2119». Ну, рассказывайте, ребята, здрасте. Почему такое название? Почему «Кварталы-2119»? Это «Ребус». 21 дом, 19 гектар. Догадаться невозможно, но нам показалось, что это смешно, весело и необычно. 19 гектар? 19 гектар. Слушайте, огромная телефона. Насколько важно в наше время иметь квартиру именно в центре? Или можно, если есть вся инфраструктура, жить и чуть-чуть подать? Все меняется в сегодняшнем мире. И то, что раньше считалось абсолютно стандартом для высокого уровня жизни – это присутствие, наличие квартиры в центре. Сейчас это абсолютно по-другому. Можно смотреть и нужно смотреть на эту ситуацию. И все преимущества, которые обычно есть в центре, из-за чего, собственно, все стремятся, они здесь в полном объеме представлены. Здрасте, здрасте. Как вам там живется? Нравится? Классные кварталы? Удобно жить? С новосельем вас! Ну, слышишь, я вообще фанат серого цвета. Мне дико нравится, что здесь такая берлинская атмосфера. Я обожаю этот ваш графитовый серый цвет. Сама мечтаю о таких окнах. Мне кажется, здесь супер. Ну, чего тут безопасно, можно гулять с детьми. Ну, главное, что, конечно, территория большая, есть парк, и это очень здорово. Потому что это именно тот, если не может обновить в центре. А при этом качество жизни, как мы уже говорили, абсолютно такое же. Короче, ребята, ссылка в описании. Покупайте квартиры в комплексе «Кварталы-2119». Здесь классно, клево. Посмотрите, какие симпатичные архитекторы строили этот район. Евгений Алексеевич, очень простая игра, популярная у российских блогеров. Я вам показываю фотографию. Вы очень грубо, вот знаете, как вот на «Страшном суде». Говорите, хороший человек или плохой? Ну, вот совсем грубо. Гитлер явно плохой. Кто-то, не знаю кто, там, Зеленский для вас, наверное. Ну, скорее хороший, чем плохой, да? Ну, вот так. Вот, поиграем с вами на украинских политиках. На украинских политиках. Плохой. Так, Янукович плохой. То есть плохой. А почему Янукович? Потому что оказался вором, потому что оказался коррупционером, потому что оказался предателем и трусом. Плохой. Так, вот. Порошенко. Скорее плохой, чем хороший. Много обещал и мало делал. Окей. Бакарчук. Скорее плохой или скорее хороший? Время покажет. Он хороший музыкант и хороший человек. Какой из него получится? Скорее хороший. Скорее хороший. Скорее хороший. Алексей Гончарук. Мне он лично очень симпатичен. Мне кажется, что он, может быть, даже очень хорошим человеком. Он трудоголик, профессионал и человек, обладающий очень многими необходимыми качествами для того, чтобы стать успешным применителем. Тридцать пять? Тридцать пять, но... Вот. Вы знаете, он все-таки для меня хороший человек. Хороший? Да. Почему? У меня к Леониду Даниловичу такое вот личное доброе отношение. Я знаю все его грехи, я знаю все, что ему можно предъявить. А что главное, что ему можно предъявить? Ну, конечно, ему можно предъявить то, что он неосторожной фразой, брошенной когда-то, разберитесь с этим Гангадзе, по сути дела, спровоцировал вот эту трагедию. Ну, конечно же, моральная ответственность за гибель Георгия Гангадзе лежит в том числе и на Леониде Даниловича. Ну, Господь ему простит, я думаю. Тимошенко хорошая или плохая? Она за свои грехи заплатила тюремным заключением. Она, конечно, стойкий оловянный солдатик. Она столько терпела поражений, которые ни один мужик бы не смог пережить и подняться. И какую-то роль, я думаю, что она в Украине сыграет. Да. Пожалуйста. Зеленский. Хороший. Ну, это понятно, где мы живем-то, понимаете. Нет, простите, значит, Владимира я знаю давно. Я знаю его с тех времен, когда мы сами с вами уже говорили. Я во время предвыборной кампании изо всех сил старался подняться над хваткой. И всякий раз, когда там кто-то начинал говорить, а вот он пророссийский настроенный, а вот у него связи с русскими, а вот он марионетка Толомойского. Я говорю, ребят, пожалуйста, факты в студии, аргументы на стол. Я кроме ваших эмоциональных оценок ничего не слушаю. И поверьте мне, вот за это... Ну, Коломойский же совладелец компании. Партнерский бизнес. Ну, был партнерский бизнес. Знаете, Порошенко по поводу его бизнеса и его партнеров тоже можно было предъявить огромное количество. Последний человек. Кличко. Хороший или плохой? Хороший. Он тоже из породы людей, которые умеют держать удар. И вот смотрите, пока что он отбился. От всего. Пока что его не сумели отодвинуть. То есть у нас только два антигероя получилось. Кто хуже? Давайте выберем. Безусловно, Янукович. Самый адовый человек. И при этом именно с ним вы играли в теннис. Ну, вот, блин, как вас угораздило. Пошли все дома. Играл бы в теннис любой из этих других людей. Позвал бы меня с ним поиграть. И я бы с ним поиграл. Спасибо вам большое, Евгений Алексеевич. Это было прекрасно. Лайки, колокольчики, подписки не забываем ставить. Скажите это по-украински. Как правильно сказать? Дорогие друзья, ставьте лайки и колокольчики. Шановные друзья, подскажите, как мне... Лайки, как будет по-украински? Как будут лайки по-украински? Подобойте, подобайте. Подобойте, подобайте. Шановные друзья, подобайте. Еще раз. Да, 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 вот на эту камеру. Шановные друзья, будь ласковым. Подобойте. Вот здесь. Делайте, как говорит он.